Слава нашему Господу, братья и сестры, что Господь ведет нас, и Он довел нас до этого часа, и мы на этом месте, в это воскресное утро, пришли поклониться нашему Господу. И слава Господу! И у нас есть, знаете, те, которые принесли своих детей, чтобы на этом месте и Господь благословил их детей. Знаете, когда Христос был на этой земле, то Он учил учеников Своих, народ, за Ним следовало множество народа. И в Евангелии от Луки, 18 глава, с 15 стиха записаны такие слова. «Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Когда Христос заметил, что родители приносили детей к кому-то, чтобы Христос только прикоснулся к ним. И через это они понимали, что они получат благословение. Ученики же возбраняли, не хотели, но думали, вроде что-то большее можно, кому-то больше Христос мог послужить. Не только детям, не только, как для них это было, может быть, для учеников казалось что-то неправильно. Но Иисус, подозвав учеников, сказал, «Пустите детей приходить ко Мне». И вот сегодня у нас также Павел, Людмила, Сергей и Виктория принесли своих детей. Знаете, для чего? Точно так же, чтобы Христос прикоснулся к ним. Через нашу молитву, через наше обращение к Господу, в том, чтобы прикоснулся к ним и благословил их наследие. Я думаю, каждый из нас желает, правда, благословения для своих детей. Желает, чтобы Бог благословил их будущность и устроил. И знаете, как люди встречаются, бывают первый раз, и они спрашивают, как тебя зовут? Как тебя зовут? Знакомятся, правда? Вот у нас какое-то небольшое знакомство, и мы тоже хотим познакомиться с нашими будущими членами церкви, те, когда они возрастут, с нашими будущими хористами, проповедниками. Хотим познакомиться. То, пожалуйста, Павел, Людмила, скажите, кто у вас на руках, это будущий проповедник или же хорист? Кто у вас? Сын Лиам. Сын Лиам. Лиам Шубин. Так что мы можем уже записать в будущее, что это у нас будет проповедник, молитвенник, служитель Божий. Хорошо, Сережа, кто? Дочь Джульетта. Дочь Джульетта. Это та, которая будет молиться для того, чтобы эта церковь наполнялась и было благословение в нашей церкви. Дочь Джульетта та, которая будет в хору петь, та, которая поедет на миссию, та, которая будет служить Господу. Этим мы будем благословлять, да? Братья и сестры. Чтобы у них это было благословение такое. Да благословит вас Господь. И Псалмопевец в 126-м Псалме, 3-й стих, записано так. Вот наследие от Господа дети, награда от Него, плод, чрево. Очень важно, чтобы мы принимали наших детей как награда от Господа. не как абуза, не как то, что, как бы сказать, уже те дети, которые что-то нам будут мешать. Да, они могут Богу и ночью плакать. Они могут и быть теми, которые мы бы куда-то могли поехать, а мы уже не сможем, потому что они еще маленькие. Но придет время, когда они вырастут. Но придет время, когда мы предстанем пред Богом и можем сказать, Господь, вот мы и дети наши, которых Ты дал нам. и чтобы мы приняли их наградою. Это очень важно. В том, чтобы, знаете, когда дети приходят в нашу семью, чтобы мы с радостью их принимали. И мы их принимали еще заранее, до того, как они еще родились. До того, как мы уже еще приняли их на руки, но уже у нас сердце к ним благосклонность. Это мой ребенок. Это мое наследие. Это моя награда от моего Господа. И важно, знаете, чтобы наше сердце было наполнено этом. И до того еще, как ребенок родился, важно в том, чтобы из-за него уже молиться. Я хотел бы спросить каждого из нас, как вы думаете, дети слышат наши молитвы, когда они еще не родились? Дети слышат наше пение? Дети слышат ли наши разговоры? Я хочу привести пример. Евангелие от Луки, 1 глава. 41 стих. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее. И Елизавета исполнила Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала, «Благословен ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем». Еще не родился. Еще не родился ребенок, но ребенок услышал голос Марии и взыграл младенец. Услышал этот голос. Услышал это приветствие, братья и сестры. Очень важно в том, чтобы когда наши жены выносят детей, чтобы нам молиться за них, чтобы нам вместе с ними петь, вместе с ними разговаривать, принимать их уже, когда они еще даже на свет не появились, но быть теми настроенными, быть теми, которые принимают на руки награду от Господа. «Да благословит нас Господь». Но благословение, о котором мы будем просить, оно начинается с кого? С нас самих. С нас самих. От нас зависит благословение наших детей. От нас самих. Очень много зависит, братья и сестры, в том, что когда мы имеем детей. Притча 20 глава 7 стих написана так. «Праведник ходит в своей непорочности». Блаженны дети его после него. Праведник ходит в своей непорочности. А если он не ходит в непорочности? А если он неправедник? То, как и вы, дети будут. Братья и сестры, очень важно в том, чтобы в первую очередь мы с вами, родители, ходили в праведности. И здесь написано, когда человек праведный ходит в непорочности, то дети его блаженны. Почему? Потому что они были рядом с этим праведником. Они слышали слова праведника. Они научались от этого. Они были наставлены. Они слышали молитвы его. Знаете, вчера? Нет, может, позавчера мы с Димой Тупкиным были, когда на выезде, и разговаривали друг с другом. И он говорит так. Брат Андрей, бывает так, что когда мы в наш детский подростковый лагерь, выезжая, когда мы были, и, говорит, были вместе, и когда мы наши дети, вот 20 человек, и смотришь, из 20 человек 5 человек могут молиться, а 15 человек детей не могут молиться. Не могут. Почему? Я думаю, от того, что они дома, может быть, не слышали молитв своих родителей. Может быть, дома они не молились вместе. И Дима говорит так, интересно, говорит. Слушаешь, говорит, одного брата, который, говорит, молится, подростка, и он молится такими возвышенными словами. Благословен Бог, Отец. Такими возвышенными словами. Может быть, он не совсем сам понимает, ну что? А он слышал это от кого-то, правда? Он слышал с кем-то рядом. Его родители молились так. Так, братья и сестры, как наши дети молятся. Молятся ли они или нет? А это зависит от кого? От нас с вами, правда? От нас с вами зависит от того, что молятся ли они или нет. Праведник ходит в своей непорочности, блажены дети его после него. Мы можем посмотреть о том, куда праведник ходит и как он ходит, праведник, пред Богом. Псалтырь, 26 глава, 4 стиха. Один человек говорит так. «Одного просил я у Господа, и того только ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Братья и сестры, праведник, здесь написано о том, что его желание, он просит, говорит, у Господа, о том, чтобы ему пребывать в Доме Божьем. Созерцать красоту Господню. Быть там близко с Господом. Знаете, есть такие выражения, или как сказать, ну, люди разговаривают друг с другом и говорят, когда женщина ходит в положении, очень важно, чтобы она на что-то все красивое смотрела, да, и тогда, говорит, красивый ребенок родится. Я не знаю, правда это или нет, но я считаю это частью того, чем человек наполнен, и оно отражается на то, что рождается. Очень важно в том, чтобы нам охранять наших жен от всяких, знаете, каких-то, может, обидных слов, от каких-то стрессов, переживаний. От этого зависит то, что и какой ребенок родится, или он будет у него наклонности, может быть, уже склонности какие-то от того, что, как он зарождался, как он был рожден, то да благословит нас Господь, чтобы нам, знаете, этот праведник говорит, чтобы пребывать в Доме Божьем, созерцать красоту Господню. Если мы, родители, будем это делать, и наши дети будут рождаться, те, которые смотрят, которые видят красоту Господню. Если мы видим, и на них будет отражаться это. Да благословит нас Господь быть праведниками, быть теми подраж... чтобы дети наши подражали нам. Знаете, апостол говорит, подражайте мне, как я Христу. Знаете, а мы можем так сказать нашим детям или нет? Можем ли мы сказать, сын, дочь моя, подражай мне, как я Христу? Иногда не получится, правда? Иногда сложно в нашей жизни. Но надо стремиться к этому, правда? Чтобы мы могли это сказать. Пророк Даниила, записана книга Пророка Даниила, 6 глава, 13 стих, один из праведников. Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ тобою подписанный, но три раза в день молится своими молитвенными. Братья и сестры, не пандемия, ни какие-то трудности, ни какие-то переживания, ни то, что там было намного сложнее для Даниила, потому что там было сказано в его уши, в том, что никому не обращаться, но только к царю. Это он слышал. Это не было скрыто от его уш, от его знаний, познания этого. Но он что сделал? Не обращая на тот закон, не обращая внимания на то, что было сказано, он три раза в день молился. Да поможет и нам, Господь, быть теми молящимся, брать пример, знаете, подобно с Даниила. Следующий пример, Деяния апостолов, 10 глава, с первого стиха. Кесарий был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемый Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим и творящий много милостыни народу и всегда молившийся Богу. И мы знаем, что с этим сотником произошло. Мы знаем о том, что Господь ему больше открылся, пришел к нему, тому человеку, который был благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим и всегда молившийся Богу. Есть примеры для нас. Праведник ходит в своей непорочности. Братья и сестры, да поможет Господь быть нам праведниками пред нашим Господом, чтобы мы могли нашим детям что-то создавать, что-то показывать и чтобы они могли следовать за нами, за Господом. И подобно тому, как любому растению, где бы оно ни росло, нужно определенные условия для того, чтобы оно хорошо росло. Знаете, не во всех, скажем, климатах растет какие-то, скажем, на севере, там могут быть дыни не расти, правда? А на юге они могут расти. Где-то в другом, но свои условия в каждом есть для каждого растения. И вот важно в том, чтобы когда наши дети рождаются, чтобы они тоже возрастали в каком-то климате. Знаете, мы его назовем микроклимат, маленький климат, который создается в нашем здании в этом. Сейчас тоже создан микроклимат, тот, когда здесь на нас прохладно. В этом климате дышать хорошо. В этом климате хорошее даже и сидение сделано для того, чтобы хорошо сидеть. Может, были экраны сделаны для того, чтобы видеть, слышать. Все сделано для того, чтобы здесь проходило богослужение. мы что-то сделали, мы что-то создали. И вот важно в том, чтобы вот такой климат был создан в наших семьях для наших детей. Знаете, мы что-то стараемся, вот если что-то скоро порчащееся у нас есть дома, что мы это делаем? Куда мы это складываем? Мы что-то складываем в холодильник для того, чтобы это не испортилось. Если что-то пропало, мы что делаем? Выбрасываем. Потому что, если останется, он будет неприятный запах. Мы освобождаем, делаем хороший климат, чтобы это было у нас в нашем доме. И вот такой климат важно, чтобы он был в наших семьях для того, чтобы наши дети возрастали. И вот я хотел бы зачитать послание к Ефесянам. Апостол Павел предлагает, чтобы какой климат сделать для наших детей, чтобы они возрастали в правильном, хорошем климате. И написано так в послании Ефесянам, 4 глава, 31 стих. «Всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас, от нас». Братья и сестры, я думаю, очень вот это важно в том, чтобы в этом климате в нашем, когда дети возрастают и когда они видят, что родители между собою не в правильных отношениях, этот климат влияет на них. Апостол Павел призывает и говорит, чтобы всякое раздражение, ярость, крик, гнев, оно было что? Удалено. Потом на тому, что как скоро портищийся продукт останется, и он будет приносить какой-то запах неприятный, его надо удалить оттуда. И вот так же самое и в наших отношениях, чтобы мы были примером для наших детей, чтобы они, увидя нас, они могли быть теми подражателями нами, чтобы мир Божий пребывал среди них, чтобы мир Божий наполнял их с самого детства, и они возрастали и познавали Господа. Знаете, в первую очередь для того, чтобы дети были благословены, нам нужно искать самим благословения, быть посвященными нашему Господу. Во Второзаконии 6 глава с 5 стиха написано так, «И люби Господу Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась и вставая». Здесь написано о том, что Господь говорит, «Люби кого? Господа, Бога твоего, как любить его? Всем сердцем твоим, и всей душою твоею, всеми силами твоими». То есть, в первую очередь обращается к нам родителям и говорит, что мы должны делать? Мы должны в первую очередь любить Господа нашего, любить его. И дальше он говорит, чтобы и да будут слова сии, которые, говорит, я заповедую тебе. Где? В Библии? Или у нас написано где-то, или где-то оставлено? Но он говорит, чтобы слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, чтобы они находились в сердце твоем, помышлении твоем, в мыслях твоих. И говорит, когда они будут там находиться после этого, что делай? Внушай эти слова детям твоим. И внушай им, как часто, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась, вставая, то есть постоянно, научай, наставляй своих детей. Да благословит нас Господь, чтобы нам научать и наставлять. Потому что Писание говорит так, притча 22 глава, 6 стих. Настав юношу, при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. Братья и сестры, важно в том, чтобы нам научать их, в том, чтобы, когда и состарится, этот человек остался верный Господу. Да благословит нас Господь. Знаете, я прочитал в том, что дети наши, когда они возрастают, от года до 4-5 лет, это закладывается у них их непривычки, их умственные способности, это все закладывается с самого начала. Знаете, католики говорят, дайте нам ваших детей до 5 лет, мы их воспитаем, а после этого вы забирайте их. И, говорит, они вырастут, они будут наши. В этом есть смысл, братья и сестры. Говорят, до 5 лет дайте, чтобы мы их воспитали. Очень важно нам, родителям, воспитывать, прививать им, читать с ними Слово Божие, молиться с ними. Пусть даже этот ребенок, которому уже 3 годика, 4 годика, если он уже может 2 или 3 слова сказать, пусть говорит, пусть помолится, даже скажет слава Богу, и пусть это скажет. Это будет прививаться в его жизни. Да благословит нас Господь, и да поможет, да даст нам мудрости и разумения. И в воспитании нашем, когда мы воспитываем наших детей, в послании Колоссянам, 3 глава, 21 стих, апостол Павел говорит такие слова, «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Отцы, братья, в первую очередь к нам обращение, правда? Не раздражайте детей ваших. Знаете, мы иногда бываем те, которые, ну, самое больше, наверное, дисциплинируем наших детей, правда? Как отцы. Как сказать, приходишь, мама, жена говорит, ну, вот так неправильно поступали, поговори с ними. Вот надо дисциплинировать или правильно это делать. А если мы будем за каждый их проступок только укорять, только говорить, ты такой нехороший, ты и так неправильно, ты то делаешь и за все, за все наказывать, братья и сестры, то, я думаю, у детей тоже это закладывается раздражение в том, что вроде бы неправильно, меня неправильно наказали, меня неправильно ко мне относились, и это тоже закладывается у них, и от нас зависит воспитание детей наших. Отцы, не раздражайте, мы должны дисциплинировать наших детей, ну, не донимать их с какими-то упреками, укорами постоянно. Ты такой нехороший, какой у тебя, какой ты вырастешь. Помоги нам, Господь, чтобы нам правильно к этому относиться, правильно вовремя надо и подсказать, вовремя и наказать надо, вовремя или дисциплинировать вовремя надо, и вовремя надо и похвалить ребенка, увидеть то, что если мы ребенку что-то говорим, мы говорим, сложу игрушки, и этот ребенок сделал, что мы должны сделать? Похвалить его и сказать, смотри, как ты хорошо сделал, смотри, как все, ты встал утром, ребенок, зашел, мы можем зайти в комнату и увидеть, что наши дети заправили постель за собой, и не сказать себе, о, какой у нас хороший ребенок, и сами себе, а мы подойдем к ребенку и сказать, слушай, какой ты хороший, ты, оказывается, за собой умеешь и постель заправлять, ты можешь и то-то делать, похвалить нашего ребенка, это тоже, мы не перехвалим наших детей, но важно в том, что, чтобы это замечать, хорошие стороны наших детей, и когда мы будем это делать, то это будет очень важно, и важно в том, чтобы, знаете, дети у нас, награда наша, чтобы нам ценить этим, находить время для наших детей, иногда мы можем очень много делать для детей, но без наших детей, но очень хорошо, когда мы, может быть, какой-то даже домик для детей строим, вроде для детей, но важно, чтобы и своего сына взять и дать ему молоток, и дать ему что-то еще, чтобы он вместе с нами и собирал, может быть, ту игрушку, собирал вместе с нами, и, знаете, когда он это будет вместе с нами, он будет видеть, что мы участвуем. Знаете, дети очень любят, когда их родители вместе с ними играются, вместе с ними проводят время, вместе с ними читают, уделяют внимание. Вот любого из детей, спросите своих, в чем у них, как бы сказать, вспомнят, что было в наших отношениях. И они вам скажут. Да, мы помним, мы выезжали туда. Папа, ты со мной в прятки играл. Бывало такое или нет? Я играл. Может быть, знаете, им это очень нравилось. Знаете, может быть, и по габаритам нашим тяжело спрятаться в доме, но дети находят, и они от этого очень радуются, о том, что мы проявляем какое-то с ним участие, с ними воспитываем их, как-то с ними находим общение. Да благословит нас Господь. Да поможет нам Господь, знаете, с мудростью подходить к этому. И заканчивая, я хочу такими словами. Псалом 113, 17 стиха. Дом Израилев, уповай на Господа. Он наша помощь ищет. Дом Ааронов, уповай на Господа. Он наша помощь ищет. Боящиеся Господа, уповайте на Господа. Он наша помощь ищет. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет Дом Израилев, благословляет Дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более вам и детям вашим. И мы хотели бы обратиться и к нашим, которые пред нами здесь родители. Да благословит и вас Господь. Да умудрит. Да наставит. Да даст он вам мудрости, как воспитывать ваших детей. Чтобы они не только на руках здесь были, а потом сзади вас и здесь в хору были. И те, которые, может быть, и на моем месте стояли. И благословляли Господа. Да благословит вас Господь. И да поможет. И я хотел бы обратиться к вам и спросить у вас. Ну, вы слышали наставление, как для всех и как для вас, что, как воспитывать детей, как наставлять, как молиться за них. Обещаете ли вы, знаете, стараться в этом, прилагать усилия, старания, чтобы воспитывать ваших детей наставлений на учении Господнем. Да благословит вас Господь. Да даст вас два мудрости. Да умудрит. Да благословит. Чтобы у вас было благословенные семьи. Чтобы у вас постоянно был мир в ваших семьях. И благословение, чтобы вы видели в детях своих. И, знаете, во время молитвы у нас братья выйдут, возьмут их на руки. И когда мы будем молиться, братья и сестры, у нас еще будет молитва такая о том, чтобы воскресная школа после молитвы они выйдут на учебу. И мы за них помолимся. Мы помолимся за преподавателей. Мы помолимся за наших детей и внуков. Чтобы они выйдут с этого места, чтобы они получили наставление, чтобы благословение было в этом. И в этой вот молитве мы обо всем помолимся. То, братья и сестры, давайте мы склонимся пред Богом, пред нашим и обратимся.